приветствую все мои родные любимые христолюбчики братья сестры в христе и все люди на земле всех приветствую в этот прекрасный субботний день у меня сегодня всем братьям сестрам во христе и всем людям на земле желаю всего самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни не могу удержаться не поюрничать сегодня у нас на сегодняшний день на 4 февраля 4 апреля 2020 года кто знает там бушует так называемый коронавирус по нему я высказываться сегодня не буду я наверно один из немногих кто в ютубе на эту тему не высказался я свои мысли скажу как-нибудь попозже не могу удержаться не поюрничать над религиозниками над православными католиками поюрничал бы на проз над протестантами но я честно не в курсе какие у них там дела а вот надо обрядовиками так называемыми закоснемелыми православными католиками я бы хотел сказать вы знаете сейчас я живу в воронеже у папы своего и у меня через стенку но у нас через стенку но в частности через мою бабушка тоже еще живет папина мама 95 лет ей но она включает патриарх вы не раз задним фоном и иногда слышите на моих записях на моих проповедях фон патриарха патриарх у меня на подпевках уж понимаете такой же не раз был 0 там новости громко играющие я сам ты сейчас ничего такого не смотрю подобного там из православия что такое вот так как бабушка там включает я слышу и причем она очень она боготворит патриарха на слышит только его основном проповеди когда они бывают поэтому я уже несколько раз такие ролики записывал я конечно же сегодня слышал опять все это через стенку я даже не пошел на кухню туда ну и я так своими словами перескажу речь патриарха даже делал не в речь патриарха а уже я конечно я кое-что посмотрел кой за кем подсматриваю да и вы знаете вот сейчас особенно кто знает в россии объявлен месяц самоизоляции и вот на сегодняшний день на этот день по крайней мере так все выглядит вы знаете сразу из уст православных учителей так их назовем проповедников наставников батюшек попов и иерархов всех мастей и рангов стала звучать как ни странно духовной вещи вы знаете оказывается все-таки спасаться человек может и без храма молиться он может дома как мария египетская всю жизнь промолилась и ни разу в храм не ходила причащалась мария египетская всего два раза мария египетская теперь в центре всех самых основных событий и идеал подвижнической жизни заседание в домашней пустыне до оказывается спасаются не обрядами а верую оказывается спасаются не обрядами а чистым сердцем это я вам так накидывая даже не буду синяки ссылки давать да тоже первых вещи хорошие даже православным не чужды да и и и не не склонны к ним такие речи но вот сегодня очень часто с экранов телевизоров я где-то уже слышу еще что-то еще что-то чем когда бабушка там включает этот эти проповеди там эти записи там же не только патриарх выпускает и там же не только пять минут и она нам по союзу смотрят или не знает каком каналу там еще кого-нибудь тут же включат и вот я вот так за последнюю так недельку чё так уже не слышал до что оказывается все хорошо оказывается вера православная это не просто обряды и это вернее обряд вовсе суть не в обрядах вообще да и поэтому вы не переживаете да сидите дома молитесь да оказывается причаститься можно в принципе и дома я даже такую почти услышал да но я так немножко может быть как вы сами я вам всегда сам буду проверять источники но вы знаете сегодня только недели изоляции прошла там было кто знает неделя в россии вот она закончилась сегодня суббота с прошлой субботы и сейчас вот до конца апреля а это по сути месяц пор сегодня только 4 апреля наш президент россии объявил вот еще один месяц это только сейчас такие речи я думаю что концу самый вид на концу нет а вот к пику самоизоляции к серединке месяца такой настрой будет увеличиваться до думаю да я кстати надо узнать хоть когда пасха то я даже не путь не знаю когда пасха в этом году вот посмотреть что они будут на пасху творить оказывается причастие богу через вкушение обычного хлеба и обычного вина якобы соединенного с божьим духом хотя все бог присутствует всячески во всем бог находится во мне в вас вы знаете хоть это странно звучит но бог находится даже в этой подушке вот в этой панде игрушечный бог везде во всем бог присутствует в любом хлебе в любом вине бог есть жизнь бог есть радость бог есть довольство удовольствие наслаждение бог есть бессмертие бог есть дух который все проницающий и все в мире существует только благодаря тому что везде есть бог потому что нету места и нету отдаленного какого-то комнатки где-то в во всех концах вселенной где не было бы бога в библии в псалтыре мы так и читаем куда спущусь в ад в само днище ада и там ты и вы знаете с тем сам причастием сейчас все начинается да уже конечно же это обычный хлеб и обычное вино и то что там якобы священник обычный жрец их так и называли ветхом заветным кто знает ветхозаветных вообще-то священников называли не священниками а жрецами тот кто приносил жертву жрец и тот кто ее пожирал жрец приносит жертву и пожирает ее вот он жрец и вот современные наследники иудаизма православные католические протестантские жрецы у них уже знаете я думаю что в протестантизме я хоть и не смотрел я особо ни за кем говорю не подсматриваю за религиозными протестантами я думаю что у них то же самое теперь они уже ложечки одноразовыми пользуются стерилизуют и одноразовые и многоразовые а точнее вообще перестали многие причащаться до перестали ходить в храмы перестали целовать иконы перестали им давать крест для целования прикладывания и веру саму причастие тело и кровь христова перестали кто знает во многих храмах просто употреблять во многих стали делать это одноразовыми ложками во многих стали все это дезинфицировать я сильно глумиться не буду по этой теме кто мое отношение знает тот знает кто нет можете найти у меня на этом канале есть целый плейлист тела и кровь христова и там не потому что я глумлюсь или еще что то нет там все ролики на по писанию обосновывающие и по здравому смыслу что человек по учению иисуса христа богом становится через что через любовь ко всему его творению все где вера ролик я назову вера спасение верой или обрядами такая у меня мысль думаю так и останется даже не делами я даже веры или обрядами про дела я вообще молчу православным католикам протестантам чуждо спасение по делам они спасаются или обрядами или верой книжники и фарисеи все знаю но не делаю делаю но совершенно не то исполняю заповеди человеческие предания старцев обряды культов но не заповедь иисуса христа о любви ко всему его творению где же вера ваша я думаю что вы в обычное мирное время раньше когда такого не было до этого коронавируса о нем я сегодня не буду говорить что это кто это запустил почему какие цели преследуются я об этом выскажусь как-нибудь попозже да не хочу во времена хайпа об этом высказываться когда все утихнет я скажу свои мысли но я думаю что в так скажем в мирное время до в благодатное когда церковь была так называемая рпц конечно не церковь но так она себя называет католическая это супер супер мега организация до человеческая я думаю что вы не раз могли слышать читали статьи проповеди на то что причастие это лекарство от всех болячек даже от рака там потому что многие из вас кто был честен с собой и пытался и кто в это верил практиковал действительно лечение причастием от всех болячек я сам из этих людей кто знает я в православной секте так скажем был три года больше трех лет даже пытался все познать узнать совсем малости меня отчета заквасил потому что всегда был свободным во христе я естественно пытался приобщиться я думаю что церковь это вот есть там рпц кпц ппц протестантские католитские или еще какие-то православные секты нет оказалось что церковь это люди которые живут в любви к божьему творению и неважно как они себя называют каждый судиться будет по делам что чуждо вообще это учение иисуса христа всем этим псевдо христианским культом которые лишь прикрываются именем иисуса христа и спекулируют на его жизни и учения и где же вера ваша я думаю что сейчас кто я в интернете загуглит за яндексе да множество можно найти проповеди по вылазит всяких статей на тему на тему божественности этого да хлеба и вина которого подается в католических протестантских православных сектах до людям под видом чего-то такого невероятного что просто дает и жизни и здоровье и все и и и и храмы их поднимает и больных исцеляет и бесноватых освобождает от нечистой силы а что же вы тогда ложечки одноразовые обеззараживаете да я лукавый слышал речь и сначала когда все так по нарастающей же шло якобы дело типа не в причастие а дело в том что люди ходят как бы в храмы и там заражаются и типа и там у всех же разная вера понятно что православный православному рознь тоже да все по-разному один свою истину выдать другой другой один говорит что типа причастие не да причастие нет я так не делаю мы все от одной там ложечки причащаемся но иконы это же все таки да зачем правда их тогда целуют а лбом об них бьются если они тоже никак не помогают а мощи ваши святые чё же вы все позапретили где же ваши целебные святые мощи волшебные да чудесные чудотворные где они куда все попропало так пусть наоборот заболевший возможно те кто уже заразившись коронавирусом приложат к вашим чудотворным святым мощам причаститься человек и исцелиться возможно он уже носитель так мы должны все наоборот бежать в храмы рпц к к к ц и п ц и целыми днями только и причащаться хлебушком и вином можно прямо из бутылки хлебать и лавашом закусывать в чем сложность конечно же это вера а вера никакой нет сразу ваше причастие сдулась я говорю именно поэтому посмотрите мои видео на эту тему то что даже говорил иисус приняли как всегда наследники иудаизма все приняли по плоти иисус когда говорил что он хлеб сшедший небес многие от него отошли только потому что все понимали материальные по плоти а ведь этот иисус это слово которое мы должны были исполнять и это не в том что его слово поедать хлеб каждую субботу воскресенье не это любить все его творение эти православные спокойно убивают всю животину на земле и потом едят этот хлеб думать что они становятся ближе к богу нет потом убивают якобы защищая якобы какую-то родину якобы врагов нет вы этим сам не приближайтесь богу вы не исполняйте заповеди иисуса иисус не был никаким патриотом он не защищал никакой иерусалим никакую землю обетованную он никогда этого не делал никогда это не проповедовал сам он не убил ни одно живое существо никогда никому не учил это убивать сам он был веганом иисус правильно любил своих ближних он свои светом своей истинной святой жизни примером и словом жалил их уязвлял их освещал их этим им это не нравилось он ставил условия окружающим его людям либо быть цветами и идти за ним неся крест поруганий за эту святую жизнь и и разговоры и проповедь чтобы люди стали так жить до православные католики протестанты где ваша вера я уже про дела молчу вера где пойти в ваше капище кусочек хлеба с вином съесть это никакой не подвиг я все это за дело не считаю делами иисус сказал какими восходит в небесное царство делами любви ко всему его божьему творению делами терпения делами мира души при всех вот этих нападках и когда ты несешь крест поруганий при воздержании при кротости при смирении вот они дела они все будут это сущности конечно они все будут в делах проявляться у человека да где ваша вера то вера ваша сдулась это живой пример вы знаете есть множество примеров в истории где вот такие типа я сам медицине кто знает очень конечно тоже отношусь мягко скажем специфически по большей части отрицательно потому что знаю на чем она вся стоит а вот но все равно случае в истории есть пусть человек этот сам верил в свою медицину да какие-нибудь вот эти врачи во время чумы которые безбоязненно как и сейчас в принципе во время этого канавируса там эти врачи действительно так скажем полагают своей жизни хотя я так не совсем считаю да но в принципе он верит в свою медицину он верит что он людей спасает творит добрые дела да просто я понимаю что они занимаются ерундой можно это вообще было ничего не делать и все будет хорошо потому что действительно по вере вот я верю что мне все до лампочки если мне судьба сегодня уже пойти туда дать отчет но я только рад буду я давно исповедуюсь практически с первых дней своего покаяния моя жизнь христоса смерть смерть радость и приобретение для меня а раз приобретение значит радость я что-то приобрел счастье смерть для меня не краха наоборот счастье я вообще не верю смерть я ее не исповедую смерти не существует и есть лишь новая дверь дальше вот и все никакой смерти нет чего бояться то даже если у тебя есть дети или родители или кто-то нуждающий ты веришь в бога ты веришь в бога а бог естественно а истина есть бессмертие свобода и любовь так ты это все исповедуешь если бог есть любовь тебе еще не пришло твое время да хоть чума будет бушевать вокруг и это никакая не глупость человеческая я руки не мою 10 лет мылом я моюсь об и руки весь сам я мы я моюсь обычной водой 10 лет как покаялся я никакой химии не употребляю я не мою посуду ни с какой химии я не чищу зубы никакими пастами посмотрите на меня я что зарос грязью да нет чистенький но кто со мной рядом бы побывал тот по понял бы что от меня не воняет за километры я моюсь обычной водой моюсь купаюсь летом речка море зимой бассейн душ коронавирус вы думаете я стал руки что ли смыло мыть да мне до лампочки я пью обычную воду в городе из крана который уже люди 20 лет не пьют я в городе в городе нет не в деревне в городе воронеже в центре города практически есть под крана пью просто воду каждый день говорят что там только нету да только кипяченую только все на улицах вот из этих баллов покупают я пью обычно просто вот вон у меня стакан стоит я просто с утра подставляю под обычный у нас нет никакого фильтра ничего обычно течет что течет я эту обычную воду пью я знаю что она тухлятина я знаю что казалось бы все уже заражено все это по кругу идет через какие-то там якобы очистные системы но что-то пить уже давно это все нельзя я спокойно пью ничего живой пока у меня есть свои болячки но они сколько лет некоторые некоторые проходят уходят я не я не парюсь так у кого больше веру такого как я или таких как вы важно там святое причастие я не причащаюсь ничего нигде я просто живу живу в любви к божьему творению помимо собственной жизни стараюсь еще об этом всех благовествовать всем и призывать к такой жизни где ваша вера где где она я чтобы доказать что бог истинный свят если вы меня позовете я могу вместе с больным коронавирусом причаститься мне не жалко если кому-то что-то докажет если вода доказала вот что действительно дело не в причастие а дело в вере а вы на бак так нет это не надо это просто доказала получается обратную вещь что типа чуть ли мне не этот хлебушек спас от того что я так это вы же вот это исповедует я так не исповедую вот им я бы не причастился верно я могу спокойно есть пить я гуляю я никаких намордников не ношу не собираюсь носить хоть нам расскажут про супер чуму какую-то что там за 10 километров вы знаете как мне со стороны неприятно смотреть сейчас выходишь ходишь у магазина подходишь там в киоске там покупаю овощи фрукты люди друг другу шарахутся на 2-3 метра стоят теперь так неприятно до чего мы докатились что выше любовь или вот это вот все это вера в ложь в ложь вот и все ну ладно я разошелся то у меня проконорове коронавирус это понесет а я не хочу сегодня о нем говорить но вот о вере да я даже про дела говорю молчу хотя вера это есть дела любое наше мировоззрение она проявится вот эти ваши дела и вы явно показали православные что вы сдулись до начиная с ваших учителей как всегда и заканчивая вам потому что вы делаете то что они вам говорят реально сдулись вы как угодно можете отмазываться вы реально сдулись это вас в этом все конечно там далеко не все некоторые уперто я про это конечно меня не убедит в том что хлеб и вином над которым колдует жрец там якобы приложиться духом святым все духом святым приложено абсолютно все от того что там ваш жрец поколдовал от этого хлеб и вино чем-то более особенным чем он являлся до этого приложения куплено в магазине ничем он не стал более особенным вот и все вот но вас вашу веру это конечно же пока то что я вот как верю я так и живу я живу везде одинаково в деревне в большом городе в маленькой ли в большой компании ну понятно я могу как-то свою жизнь если корректировать это даже естественно ты с человеком тет-а-тет говоришь более тихо проповеду или говоря с большим кольцами ты более тонн повышаешь я сейчас не об этом вы понимаете датчик может быть разным но мировоззрение моё да но может тоже корректировать я согласен тогда при 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 скажите что у вас корректировать но я говорю просто сразу знаете такие духовненькие проповеди такой духовный запашок пошел он правда этот запашок развеется как мыльный пузырь да когда сейчас это все закончится а сейчас конечно блаженно чистые сердцем то блаженно марии египетской прочее прочее и и и и же все это привести лишь бы вот да все все кому подлезать кто знает все церкви подлизывают старшему брату это государству вот лишь в это старший брат был доволен да сейчас будет ему подлизывать где только можно и как только можно в этом все все эти религиозные культы и секты они не имеют собственного мнения они не имеют пути спасения они просто придатки просто министерство государства любой страны у меня на этом все все вам желаю обрести веру настоящую веру в живого бога который есть жизнь вечная бог бессмертен жизнь бессмертно бытие бессмертно ибо он всячески во всем все проницает и всему на нем все стоит все утверждено он в каждой молекуле альфы и омеги и обрести свободу благодаря этой вере в бессмертие в чем в мире души во первых ты свободу обретешь а вторую ты обретешь свободу что радости но естественно она невозможно будет если ты будешь жить во зле то есть ты свободу должен свою направить выбери жизнь да не верьте в смерти в принципе не существует если вы живете правильной своей свободы пользуясь и живете свято вам нечего бояться за следующей дверью там вас ждет бог любовь если вы живете злостно вас там ждут те такие же как вы с ними вам будет очень плохо я вам желаю избрать благо бытие счастливую жизнь ну Субтитры создавал DimaTorzok